Торнадо Энерджи Торнадо Энерджи Торнадо Энерджи Торнадо Энерджи Торнадо В целом, можно долго говорить о характеристиках, о том, что это механика имбова, и об этом я уже говорил множество раз В итоге, первую половину стрима я держал средуху выше 3000 У меня далеко не на каждой десятке есть такая средуха Это первое, что мне бросилось в глаза Второй момент, о котором я хотел бы поговорить, это перезарядка, время перезарядки Первый снаряд, как вы знаете, у новой механики Это не новая, это как бы копия итальянской механики, но обратная То есть, первый снаряд заряжается максимально быстро, второй подольше, третий дольше всех По сути, таким образом, я и на стриме это озвучивал, и сейчас повторюсь У кого будет этот танчик, просто-напросто, не парьтесь, выстреливайте весь барабан, а потом играйте, как обычный цикличный танк И вот здесь произошел тот момент, от которого у многих игроков бомбануло Потому что здесь время перезарядки первого снаряда быстрее, чем у линейного ИСа третьего То есть, по сути, если этот танк встречается с СОМ третьим, один на один, да Он дает ему 1200 урона, три снаряда с барабана, да, с перезарядками внутри барабана в три секунды И потом, как обычный цикличный танк, начинает с ним один на один перестреливаться по одному снарядику Таким образом, ИС-3 улетает за 4 выстрела, успев в лучшем случае дать в отместку 2 А то и 2 может не успеть То есть, то, что эта механика реально имбовая, прям сверх имбовая, это не барабан, который на полбоя выводит тебя из боевых действий, да, из-за того, что его надо перезаряжать Это не обратная механика, как у итальянцев, когда, если ты весь барабан расстрелял, ты становишься, ну, беспомощным на какой-то долгий промежуток времени Потому что тебе надо долго-долго перезаряжаться, и тебя мучают муки сомнений Хм, а мне сейчас выстрелить или дождаться еще 3 секунды перезарядки следующего снаряда? У ИСа третьего с механизмом заряжания такие вопросы вас будут просто не беспокоить Вы просто увидели цель, бам-бам-бам-бам, а там ИС, пусть перезаряжается, когда вы будете перекатываться Возникает вопрос, сделала ли эта механика из отвратительного прямо восьмого уровня ИС-3 с механизмом заряжания какую-то имбу Хм, статистика не врет, реально, ну, процент побед у меня отвратительный был 50, но зато высокий урон Там 2 600 с чем-то я в итоге стрим закончил То есть в урон эта машина может, в живучести эта машина может Вы посмотрите, я уже больше 3000 натанковал Назовите мне хотя бы один танк с барабаном в нашей игре, который может стабильно танковать Вы сейчас мне можете сказать, ну, Е50, ой, этот, АМХ-50Б, я скажу так Он танкует только лбом корпуса, а башни не танкуют Вы сейчас вспомните мне саму АСМ, я скажу, ну, он тоже только лбом корпуса танкует Башня у него вообще картон А ИС-3, извините меня, да, его можно пробить Но это тяжелый танк, который нельзя пробить Конечно, никуда не делись его основные проблемы Это отвратительная точность Дай бог памяти, 0.45 из-под АТХ в ангаре Это не точность, это просто насмешка игрокам в лицо Но ее можно до 0.41 раскачать с помощью, ну, хорошего экипажа Имеет ли это какое-то значение? Да вы сами видели в этом бою Через полкарты и с этой точностью можно попадать Да, это неприятно Да, сводиться приходится 2.5 секунды Это у меня стоит стабилизатор и усиленные приводы наводки Так гораздо дольше вы будете сводиться Но точность это такой себе показатель В итоге может и с точной пушки в краю лететь И с косой, с вертухи прямо в центр Ну, то есть я не могу сказать, что я испытывал больших проблем с точностью Что мне не нравится у этого танка Так это то, что у него осталась отвратительная динамика У ИС-3, он со своей динамикой просто-напросто, ну, проигрывает ему по всем показателям То есть ИС-3 гораздо подвижнее, чем вот этот вот танк Потому что, ну, удельной мощности не хватает Он слупок, будем честными И бесит меня то, что у него подкалиберы 221 пробитие против ББшек и 225 у ИС-3 Нормализуются хуже Летят 1400 метров в секунду Стрелять по светлякам одно удовольствие Реально очень быстрые снаряды Только досводитесь до конца, а то попадать не увидите Короче Я был о них плохого мнения Но этот бой, обратите внимание Я почти весь бой отыграл на подкалиберах И только когда они у меня почти кончились Я зарядил кумулятивы, которые мне вообще не нанес урона С половины кумулятивов только два выстрела и то попало Таким образом, я могу сказать, что подкалиберы-то на самом деле не так плохие И если... Я еще не могу точно это сказать Но если он будет так нормально отыгрывать на подкалиберах То он и будет фармить То есть он будет негалдозависимый Кумуль у него прикольный 270, хватает десяток пробивать Но подкалиберов я был долгое время разочарован Сейчас вроде бы ничего Вот не знаю Пока не буду про этот параметр ни хороший, ни плохой говорить Судите сами по себе 221 вам хватит или нет Вроде бы пробивает Но... Хотелось бы, не знаю Лучше бы ББшка была с таким Хотя с другой стороны Ну, 1400 скорость снаряда Это на дороге не валяется Подведем итоги Танк стал шикарный Но его не продают Будут его продавать, разыгрывать Из новогодних коробок Выпадать он будет Я понятия не имею, ребят Но то, что мне его дали Это означает то, что в ближайшее время Он появится Либо в продаже Либо... Короче, как-то его сможете получить Может еще один какой-то марафон новогодний будет Нет у меня этих данных Никто мне не сказал Но танк я протестировал И рекомендую посмотреть все 2 часа стрима Ну, чтобы, так сказать, на слово мне не верить Приятные моменты Это то, что он танкует И то, что никто еще не знает Что это ИС-3, у которого Пока-пока Бах! Три снаряда Я стольких танков удивлял в бою Но это уже совсем другая история Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok